Игры вне политики Ох, как же сильно заблуждаются те, кто так говорит Что ж, всем привет, меня зовут Алексей, я из Украины Я прошел Atomic Heart и у меня даже не горит от него очко У кое-кого уже порвался шаблон Сейчас я хочу разобрать полицрач вокруг этой игры И что более важно, сделать непредвзятый обзор Очевидно, хейт в мою сторону будет и с одной, и с другой стороны Поэтому если вы не умеете принимать мнение отличное от вашего Можете даже не смотреть Для начала стоит разъяснить Думаю, моя позиция относительно всего, что происходит как украинца Понятно без лишних слов Я также крайне негативно отношусь к советскому коммунистическому режиму Однако же, в отличие от некоторых, умею отделять идеологию От просто эстетики и художественного вымысла Ну, да, я фанат бесконечного лета Ну, с кем не бывает Звертаюся до украинских игровых блогеров, таких як Oldboy, Human, WSD та інші Якщо ви раптом побачите це відео Я розумію, що ви ніколи зі мною не погодитесь Але я був шокований тим, наскільки упереджені ви були по відношенню до цієї гри І я вважаю, що це неправильно І це одна з причин, чому ви бачите зараз ми видосик Сейчас ми хорошенько покопаємся во всем этом І попробуємо нащупати це атомне сердце Піздец! Три сиськи? Две пушки! Перед тем, как непосредственно обозревать саму игру Давайте поговорим о ситуации вокруг нее І стоїть ли ее вообще покупати, чи ли це інвестиція в пожилую смерть? Разробціки сія творення – студія Мантфюш По бумагам киперская, по факту, российская студія І це їх первый крупний проект Естественно, после 24 февраля 22 года Всем была крайне интересна их позиция І вони ответили Ответили, що вони за мири против вооруженных конфликтов Ответ такой не всех устроил, ібо он очень размыт і обтекаєм Я і сам так считаю, і хотілося б услышати більш конкретні слова Але мене всецело понятно, почему так ответила студія С офісами в Москві і Питере Бутылка – вещ страшна Дальше много духоты про финансы Якщо не интересно, скипайте по таймкоду Хотя большая часть инвестиций получена от западных компаний Однако, стоит обратить внимание, что основатель одной из компаний-инвесторов Ген Капитал Анатолий Полей В прошлом мейлрушник і связан с Газпромом і ВТБ Это если очень упрощено, то там сложная схема Более того, вроде как, не буду утверждать, но в самом руководстве студии есть мейлрушники Вы уже понимаете, к чему я клоню Конечно, это вовсе не означает автоматом, что купив в игру, вы покупаете залп ракет себе в ебало А даже если так, то все равно все попилят и запустят в лучшем случае бревно на рогатке Сама Манфиш зарегистрирована на Кипре, как и Гем Капитал Так что деньги с налогов не идут в казну РФ Но учитывая все вышесказанное, стоит ли обогащать мейловцев, вопрос сомнительный Да и я не отрицаю того, что действительно какие-то копейки могут дойти до казны РФ Но камон, это что-то из разряда не смотрите российских блогеров, потому что с вашего просмотра Они заработают одну сотую цента, которую, может быть, потратят на уплату налогов Которые, может быть, дойдут до бюджета армии, если их, может быть, не спиздят В любом случае, лично я игру не покупал А всего лишь воспользовался лучшим предложением на рынке от дяди Фила И это мое решение и моя ответственность Вам покупать ее советовать так же не стану Но игра все равно в топе украинского стима Так что, типа, кто я такой, чтобы решать за вас? Но все-таки, просьба Ни в коем, блять, случае не покупайте через ВК-плей Вот это реально зашквар За такое вас за гаражами Второй пункт Идеология К сожалению, для всех ватных долбовцев, кадрочеров и какого-то Стаса, которого нет на ютубе Эта игра не про прекрасный СССР Тут нет его глоризации или чего-то подобного И я очень хочу, чтобы это услышали еще и те, кто хуесосил игру за это Потому что прежде чем утверждать Нужно хотя бы, блять, поиграть в ебаную игру Это типичный совок, где на поверхности все хорошо, все люди счастливы Но в то же время происходит пиздец, который пытается от всех скрыть Разборки партийной верхушки, которой наплевать на жизни людей Социальный рейтинг И главный герой КГБшник, который хороший не потому, что КГБ хороший, а потому, что, ну, сюжет Если это пропаганда и возвеличивание совка, то я просто... я... ягуль Окей, давайте теперь перейдем к якобы расистским пасхалкам Это мы, чуваки Это пиздец Я, конечно, за евроинтеграцию и демократические ценности Но почему-то раньше до нас добралась культура нытья в Твиттере Конечно, бойцам из соцсетей только дай повод на что-то оскорбиться Как, например, на банку свиного фарша, который, очевидно, намекает на украинский флаг И кому какое дело, что это оригинальный дизайн этикетки советских консервов Или ужасная гидка про свиней и нацистов Ну, это точно залупоносцы про нас очинили Хотя, это тоже реальная советская гидка Это не может быть, это... Не правда, это ложь Что вы меня понимаете, это ложь, это неправда Ну что ж, я могу только посочувствовать вам Если вас оскорбляет стишок про нацистов-свиней, то это нехуёвый повод задуматься Претензии по поводу фоток Донецка я, вот если честно, вообще не понял Видимо, в СССР такого города не существовало Или что, или в игре нет фоток других городов Ну и, конечно же, больше всего возмущения вызвал дрон с геранью Ибо это, кажется, вполне такой прозрачный намек на переименованный иранский шахет Так ведь? Честно, я сам напрягся, когда это услышал Почти был готов возмутиться Но, если посмотреть на это трезво Во-первых, герань это один из самых популярных комнатных цветов, как бы Во-вторых, в каком месте это герань? Совершенно дженерик цветочек, который на неё даже не особо похож Ну и, в-третьих, если прям докапываться Горшок держит дрон А герань слэш шахет Беспилотник И какая между ними тогда связь? Вообще, это довольно сомнительно звучит Но вероятность, что это добавили не случайно Она есть Но, учитывая, что все остальные подобные моменты Не более чем фантазии особо чувствительных людей То это всё в итоге выходит очень притянуто за уши Разработчикам явно не всё равно на украинский рынок В Мантфиш работает какое-то количество украинцев Плюс в игру была добавлена украинская текстовая локализация И я вообще удивлён, почему зетники с этого не порвались Плюс, ну, делать такие тонкие отсылки для кремлеботов Иногда синие занавески Это просто синие занавески И я, конечно же, вас понимаю, не виню В такое время мы живём И очень легко поддаёмся эмоциям, даже не разобравшись Но, внимательно ознакомившись с этим материалом Я пришёл всё-таки к выводу, что тут нет ничего предусудительного К тому же, игра была в разработке аж с 2018 года Задолго до всего этого И даже если вы всё равно считаете Atomic Heart опасной, токсичной, пропагандистской игрой То пытаться её отменить – это полнейший кринж Культура отмены – это ужасная, мерзкая, левацкая практика Которая в данном случае ещё и не работает и приносит игре лишний хайп А уж попытки запретить что-то законодательно Даже что-то мерзотное вроде песен Баскова – это путь в никуда Давайте заканчивать этот анал-карнавал И перейдём непосредственно к обзору игры С мемами и шутками про писюны Вы же любите их Техническая составляющая игры С одной стороны, она внезапно смогла в оптимизм... В оптимизацию И я, в принципе, без проблем играл на максимальной графике Лишь очень редкие фрезы попадались Ни одного вылета за всё прохождение Что как бы должно быть само собой разумеющимся Ну а с нынешней игровой индустрией Мне уже начало казаться, что выпускать игру Которая ставит раком всё, кроме 4090 И вылетает чаще, чем хуйня из рта Стаса Это уже норма Но, слава богу, нет Я почему-то написал нет Но определённые проблемы всё же были связаны с тем Что разработчики закинули в геймпасс какой-то галючный билд За то время, что я играл Atomic Heart обновилась два раза И оба раза обновление ломало мне сейвы Что, знаете, не очень приятно И слава богу, что это нужно пофиксить нетривиальным способом А именно удалить папку с сейвами Но ни одно из обновлений не пофиксило телевизоры По которым показывают российские мультики И почти все они у меня не работали Ещё тут очень всратая физика Почти все предметы в игре намертво прибиты гвоздями И учитывая глючную коллизию тех предметов, что всё же двигаются То становится понятно почему Это особенно чувствуется во время вождения авто Которое может перевернуться из-за картонной коробки Что уж говорить про другие препятствия Но об этом чуть позже Помимо этого, других технических проблем в игре не наблюдается Завезли ли игра фон? Ну, скорее да, чем нет По большей части в игре очень хорошие модели и текстуры Динамические тени довольно приятные Отражения нечёток Ну, эффекты, я бы сказал, эффектные А вот с освещением есть некоторые проблемы По большей части оно вполне ок Но в некоторых местах оно просто сломано или неправильно расставлено И меня флэшбэчит четвёртым сервисом Вообще есть некоторый разброс качества Например, Москвич, на котором мы гоняем Это какая-то любительская моделька из Юнити Ну, выглядит прям недоделанным Человеки и Человекини у Манфиш получились довольно кукольными Если главные герои выглядят совсем чуть-чуть всратенько А так, неплохо даже Кроме Филатовой, блядь, что это за хуйня у неё на голове То модельки простых NPC, конечно, чёт говнецо, мадфак Если говорить о картинке в общем, то она хорошая Выглядит неплохо Хоть и палится, что это очередная игра на анреале Собранная не слишком опытными людьми Потому что местами тут торчат мелкие Ну, мелкие косяки Техническая реализация на достаточно хорошем уровне Чтобы дать раскрыться самому главному в игре Визуальному стилю и дизайну Как я раньше говорил, советский антураж мне, ну, не противен Особенно если это вымышленный ретро-футуризм Потому что, будем честны, какое бы ни было отношение к СССР как государству и системе Нельзя отрицать, что советское наследие близко нам всем Потому что мы буквально живём в этом В детстве я смотрел те же советские мультики Играл на детских площадках, ничем не отличающихся от тех, что были в 80-х Жил в хрущёвке И слушал рассказы своих родителей и родственников про вкусное мороженое Смею предположить, что так было у многих Это общий знаменатель для людей из постсоветских стран Поэтому дизайн Atomic Heart выглядит как что-то близкое и знакомое Точно так же, как это было в свою очередь со Сталкером С той лишь разницей, что настроение они передают разное Самую малость Визуал атомного сердца потрясающий Он действительно круто передаёт ту эпоху Умело украшая её всякой научной фантастикой Типа роботов, нанополимеров и бесплатного жилья Одним словом, это лонный Soviet Wave И, пожалуй, это самое главное достоинство игры Она в этом уникальна Разрабы, правда, не слишком соблюдали таймлайн Поэтому получился такой собирательный образ СССР Примерно 60-х-80-х годов Как раз то время, по которому ностальгируют всякие деды И картинка в начале игры действительно такая летняя Приятная, ностальгичная Если бы моя бабуля играла в компуктер, то она бы оценила Вступление очень эффектное и красивое Причём игра стартует очень резко Без каких-либо заставок с объяснениями чего-либо И я такого давно не видел Это прям слишком олдскульно Но очень быстро солнечные улицы и пейзажи Меняются на техноапокалипсис в стенах советских лабораторий С поехавшими роботами и говорящими трупами Вопреки этому, хорроровой составляющей у игры нет И единственный криповый робот Это вот этот весельчак с игрового арта Декораций, должен сказать, в игре полно Улицы города, лаборатории, цеха, деревни, секретные полигоны, театры и так далее Вот что-что, а локаций нарисовали действительно много И хорошо поработали над их детализацией и наполнением Иногда прям диву даёшься насколько Вообще первые впечатления у меня были сугубо положительные Но вот дальше вскрылись некоторые проблемы Как только интерактивная экскурсия по влажным мечтам столкаша закончилась И мне таки дали поиграть Вскрылись недостатки игры Ну что ж Первой моей ошибкой было поставить сложный уровень сложности Ибо я не выкупал, как вообще сражаться с роботами Которые убивают тебя с двух тычек И мне потребовалась ни одна попытка, чтобы понять, чего от меня вообще игра хочет Однако надолго меня не хватило и всё-таки перескочил на нормал Потому что очень душно Это не самая лучшая идея накручивать сложность за счёт того, что персонаж отлетает от любого пука А твои противники выдерживают 28 ударов ножом Что интересно, игра не всю удосуживается тебе разжевать Что с одной стороны плюс Но с другой стороны дробовик тебе дают прямо в начале Но я узнал об этом, когда случайно покрутил колёсико А обычно, обычно, когда тебе в нормальных играх дают новое оружие Тебе об этом хотя бы сообщают От геймплея я, честно говоря, ожидал, что это будет что-то в духе биошока Которым они вдохновлялись Но это Prey Врагов мало, патронов притык Инвентарь, о существовании которого я тоже узнал не сразу И, конечно же, крафт Тут, в принципе, есть много элементов иммерсив сима Но игра всё-таки им не является Большую часть времени ты ходишь туда-сюда Занимаясь нехитрым платформингом Нет, пожалуйста, только не это Только не опять Ну и решаешь разного рода головоломки Взламываешь замки, которых тут аж 4 вида Ничего не скажу Постарались замки оригинальные Но их так много, что под конец игры они изрядно надоедают Но помимо повторяющихся типов паззлов Как, например, магнитная пространственная головоломка Которая зачем-то встречается на каждом необязательном полигоне Тут также есть и полностью уникальные Они в меру сложные и в целом у меня нет претензий к этому элементу игры Проблема лишь в том, что всё-таки от шутера я ожидал стрелялку А не набор головоломок и собирательство мусора из помоек К слову, система лутинга тут весьма приколдесная Но с количеством они реально перегнули Игра кажется из-за этого медленной и тягучей Герой не умеет быстро бегать по шифту А лишь уворачивается слабеньким дэшем из дума Какими бы интересными не были локации И сколько бы видов мини-игр не придумали разорбы Это всё равно слишком уныло для шутера Однако после прохождения первого, так сказать, данжа Игра начинает понемногу набирать обороты И состояние крайной неопределённости Когда я начал уже задумываться Что может быть секс с реальной женщиной Интереснее компьютерных игрушек Я постепенно начал ловить вайп И искренне получать удовольствие Так что быстро откинул эти дурацкие мысли О мерзких 3D тюбках Тем более, тем более Когда в игре есть такой холодильник Когда однажды мы с тобой инструем Настоящую грязь Но прежде чем игра действительно показала Свои лучшие стороны Она познакомится своим открытым миром Естественно в кавычках На самом деле игра сама по себе линейная И слава богу Открытая локация тут нужна просто Чтобы добраться из пункта А в пункт Б Попутно забежав собрать чертежи для апгрейда Больше тут как бы ничего нет Кроме бесконечного количества Ебучих роботов С которыми бесполезно сражаться Потому что, во-первых Их слишком много Во-вторых Как только очередная железяка косплеит Российский автопром Прилетает робот-пчела И ремонтирует его Еще эти мерзкие камеры Которые палят тебя И выкладывают твои фотки в шкурный анзор И из-за твоей жопы Вылетает еще больше роботов Это ужасное решение Которое не вызывает ничего Кроме раздражения Так что, либо взламывать И перезагружать гриф Чтобы выключить всех роботов в области Либо полностью игнорить И идти куда нужно Честно говоря Open World Можно было вырезать Заюзав декорации Просто для маршрута От одной точки к следующей Тогда, может быть И вождение сделали бы Более адекватно Ну, серьезно От поездок на машине Конечно, получаешь Эстетическое удовольствие Ну, типа на новеньком ведре Под миллион алых роз Или другую советскую поп-классику Но проблемы с поездками Возникают на ровном месте Из-за того, что Нельзя сломать практически Никакое препятствие А тачка после трех сбитых бомжей Или одной серьезной аварии Загорается и взрывается нахуй Прибавьте к этому Местные приколы с физикой О которой я говорил раньше Ярик, блядь! Ярик! Однажды я нахуй разбился в хлам Наехав на замок от ворот Который там валялся после взлома На скорости 5 км в час В обзоре Беса Я увидел точно такую же картину Ну, че за пиздец Более того Ездить тут можно только на москвиче И что более важно Только на красном Потому что, как известно Только красные москвичи Обладают иммунитетом к роботам Все остальные тачки тут не на ходу Ну ладно С якобы открытым миром Все понятно А это значит, что пора Снова начинать нахваливать игру Чтобы мною точно Заинтересовалась СБУ После того, как мы встречаем Первого настоящего босса Ежиху Становится понятно, что Атомик Харт Все же может предложить Адекватный экшен К этому моменту У вас уже будет Хоть какое-то оружие И боеприпасы к нему Ну и сам бой Хоть и немного сумбурный Но довольно эффектный И интересный Как и бои со всеми остальными боссами В игре Они тут получились удачными Кроме плюща Которого можно нормально Бить только оружием Ближнего боя И они при этом Встречаются, наверное, Раз пять за игру И вот просто зачем С обычными врагами Стычки тоже становятся Куда как более бодрее Особенно с того момента Когда у нас появляется Калаш Так как это, скорее всего Будет вашей основной пушкой Пушек в игре Относительно немного Это пистолет Макарова Электропехаль Дробовик АК Электропушка Ракетница И рельса А также большое количество Оружия Ближнего боя Все оно прокачивается Различными модулями Но не факт Что вы за прохождение Получите все пушки Так как тут Какая-то альтернативно Одаренная система Их получения Их тоже надо крафтить По чертежам Которые вы можете И не найти Стрельба У Мантфиш Получилась Ну скажем Неплохой Импакт какой-то есть Кайфовые анимации При ходьбе И перезарядке В целом ок И перестрелки Получаются довольно фановыми К тому же Их разбавляют Способности героя О которых я Почему-то До сих пор Не сказал ни слова Есть базовая обилка Шок И судя по тому Как часто матерится Майор Нечаев Электричество Для нее Аккумулируется Как в полнометражке Саус парка Помимо нее Мы можем Поднимать Врагов Телекинезом Косплей Сабзиро Скучный щит Ну и В принципе Любой Способности Можно найти Применение Плюс Они прокачиваются Как и в целом Персонаж Который сможет Быстрее бегать Использовать Двойной дэш Ложить больше Пушек В инвентарь Иметь больше Ячейк энергии Больше здоровья И все это Позитивно Сказывается На динамике Игры Перестрелки К середине Становятся Очень бодрыми И в них Появляется Какая-то Кинематографичность И все это Под просто Великолепные Драйвовые Ремиксы Советской Классики И когда уже Не сражение С двумя Усатыми Робочек Чирыками Разбавляют Решение Пазлов А наоборот Пазлы Дают тебе Отдохнуть От экшена Меня даже Перестало Раздражать Что на арене Обычно Куча Мусора О которой Главный Герой Спотыкается Что враги Могут Тупо Зажать В углу И забить Ногами Что Нет Индикации С какой Стороны Тебе Тебе Все же где немного туповатый майор КГБ, который по какой-то причине выглядит как хипстер, на пару с говорящей перчаткой пытается разобраться с пиздецом, который произошел на секретном предприятии, где тестировали глобальную нейросеть для подключения к ней всего человечества. Не то чтобы во главе стола философские и остросоциальные морали, но по ходу сюжета вполне прослеживается тенденция, раскрывающая, что все далеко не так хорошо, как кажется. Поэтому заявление о том, что игра пропагандирует коммунизм, кажутся мне странными. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие. Вас ждут разборки партийной верхушки, предательство и любовная драма, наркотрипы, баба-зина! И тут такой бомб-дыш! Сюжет, как для шутера, весьма недурственный. Он довольно интересный и неожиданно раскрывается под конец игры. Хотя его обычно давали по чайной ложке. Но есть в нем некоторая странность. Игра кажется не очень серьезной поначалу, ибо, ну, матерящаяся кринжовая бабка с ракетницей, похотливый ремшкаф, постоянные шуточки, мемчики и забавные отсылки. А потом хоба! И оказывается, что у нас тут серьезная драма. Это немного неожиданно и странно. Но минусом я это назвать не могу. Лишь своеобразной деталью. Как по мне, конечно, лучше бы они равномерно выдержали градус легкой несерьезности. Так что, разработчики, послушайте-ка рандомного чилика из интернета. Это вам на будущее совет. Не благодарите. Приятно порадовало и отсутствие каких-то прогрессивных западных нарративов, которые были бы неуместны в игре про СССР. Кроме, блядь, прически Филатовой, почему она такая дебильная? И вот соевые куклы с Катаку, конечно, возмущаются сексуализированным роботом-близняшкам, в которых все почему-то видят Юлию Тимошенко, хотя ведь такие прически носили задолго до нее. Но почему-то никто не обратил внимания на вполне себе бодипозитивную Наташу. Это, я считаю, несправедливо. Но все же я готов пояснить вам за правую и левую. И почему они так выглядят. Во-первых, за основу взяты роботы-балерины. Во-вторых, в сюжете прямым текстом говорят о том, что их штекеры, бывает, используют не по прямому назначению всякие робосеки. Так что есть в этом нехитрый замысел. В-третьих, я, конечно, полностью согласен с мыслью, что женщина это не просто сексуальный объект. Их можно не только тр... А еще и пи... Блядь, нет, нет, это слишком хуевая жутка, простите. Вот серьезно, без иронии считаю, что женщины это тоже личности, достойные не меньшего уважения. И нельзя их воспринимать как чехол для пи... Это тупо и аморально. Но балерины в игре... Это не женщины. Это роботы. Более того, я реально не улавливаю, в чем тут связь сексуализации персонажей и компьютерных игрушек с больным восприятием женщин в реальности. Ладно, слишком много времени уделил этой теме. Напоследок, я оставил то, о чем так и просилось поговорить на протяжении всего ролика. То, что придает такой шарм местному миру, делает экшон еще экшонистей. Это музыка. Во-первых, тут большое количество лицензированной советской классики разного времени. Сюжетно это обосновано тем, что ученые научились ловить радиоволны будущего. Ага, блять, а делать нормальные машины, которые ездят быстрее 60 км в час, они не научились? Эта музыка играет в тачке, в приемниках, громкоговорителях и так далее. Антуражности она придает, спору нет. Но самый смак, это конечно же ремиксы. Именно такая колоритная музыка делает некоторые сцены и ситуации особенно кайфовыми. Как можно не улыбаться, когда ты сражаешься с роботами-жнецами, зловеще выезжающими из полей с пшеницы, а на фоне играет косывясь конюшину. И таких ситуаций полно. В том же театре, который один из самых атмосферных уровней, музыка так ебейше залетела, что просто у меня случился дофаминовое первозбуждение, и я от радости бегал по дому как Наруто. Саундтрек мне настолько зашел, что я добавил его себе в YouTube Music. Spotify сосет. Еще тут есть немножко Мика Гордона, чье гитарное сумасшедствие играет на боссах, если я правильно помню. Сам же Мик Гордон заработанные деньги пожертвовал на помощь Украине, так что большой респект тебе, мужик. Однако не все так радужно. Музыка в игре просто топ. Различные звуки, ну ничего необычного, просто неплохо. Хотя выстрелы могли быть более громкими и объемными, и тогда было бы прям хорошечно. Но местами в игре чуть-чуть насрала в штаны озвучка. Нет, она сама по себе неплохая как бы. Но местами отыгрыш актеров вообще не соответствует происходящему. И когда происходит вообще полнейший пиздец, реакция персонажа на уровне «Ой, мамка спалила, что курил цигарки». В общем, местами есть. Каков итог? Если абстрагироваться от сомнительных связей разработчики, от мыслей «Какие взгляды у работников студии на происходящее» и просто оценивать Atomic Heart как игру, то она заслуживает вашего внимания. Сразу видно, тут хотели сделать игру, а не просто коммерческий продукт. И пусть в ней немало вещей, которые можно было сделать лучше. И она далека от совершенства. Но она настоящая. Без доп-монетизации. Без всякой неуместной повестки. И даже работает она на удивление хорошо. Да, по меркам ААА индустрии, игра все же немножко дешево смотрится. Из-за того, что очевидно, команда еще неопытная, и бюджетов уровня Electronic Arts у них нет. Мне искренне хотелось бы, чтобы подобных игр было больше. Потому что это куда лучше без идейного, бездушного говна, сделанного тупо ради баблишка. Да, оценка в цифрах это условность. Просто некоторый инструмент, чтобы вы лучше меня поняли. Что я хочу сказать в итоге. Антишнапс, то би пиз... Спасибо, что посмотрели мой ролик. Я очень надеюсь, что он, как и моя бывшая одноклассница, залетит. Ну, хоть немножечко. Тема-то резонансная, и меня услышит как можно больше людей. Потому что мне тут реально было важно выразить максимально непредвзятый взгляд. Или хотя бы попытаться. В принципе, ничего страшного, если закидают говном. Ты знаешь, что такое море говна? Я купался на этом дерьме ежи. Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите в ТГ. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok